Добрый вечер, до программы «Опираясь на закон» Все средства связи на телекранах, поэтому задавайте важные для вас вопросы. Итак, я предлагаю начать, наверное, все-таки с роли прокуратуры в деле возмещения ущерба. Вот в чем она заключается? Добрый день. Согласно Конституции, органы прокуратуры от имени государства подшлить высший надзор за соблюдением законности в стране. И в период паводков нами основной акцент был сделан на обеспечении надзора за соблюдением законности при проведении противопаводков мероприятий и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Буквально с самого начала всей этой ситуации. Деятельность прокуратуры, она обширная. Именно при проведении противопаводков мероприятий и ликвидации чрезвычайной ситуации на каждом этапе мы осуществляли надзор за соблюдением законности. Также одним из функций органов прокуратуры является координация деятельности правоохранительных и уполномоченных государственных органов при решении каких-либо задач, актуальных для общества. И в данном случае в противопаводковый период актуальным вопросом была эвакуация населения. Но, как вы знаете, масштабы паводков в этом году почти, можно сказать, исторические. Такого паводка у нас практически не было. По городу потоплено порядка свыше 14 тысяч объектов. Это основная масса, это наши дачи на участке. И при проведении эвакуации были проблемы, что люди, опасаясь за сохранение своего имущества, не хотели покидать территорию дачи. И наши сотрудники в данной ситуации обходили все дачные общества, проводили разъяснительную работу с гражданами. То есть наряду с полицией, с ОЧС. И при нашей координации органами внутренних дел организованы были патрулирования на дачных территориях, были обеспечены всеми необходимыми средствами, плавательными, в том числе и автомобильными средствами. И могу с уверенностью сказать, что во время паводков, даже в настоящее время, органы полиции с достоинством осуществляют патрулирование, каких-либо краж личного имущества на подтопленных территориях и на территориях, где проведена была эвакуация населения, не зафиксировано. То есть круглосуточно органы полиции осуществляют патрулирование. Поэтому хотел бы призвать жителей города не беспокоиться за сохранность имущества. Теперь, кроме того, нами приорганизованы были мобильные приемные. Во всех четыре мобильные приемные были организованы. Они располагались в четырех районах города. Это первый, второй, третий дачные. Потом район мясокомбината. Район телецентра. И охватили полностью микрорайон за Чайганск. Целью организации мобильных приемных было оказание правой помощи населению. То есть за это время в мобильные приемные обратилось порядка 1300 пострадавших. Им были даны прояснения по порядку получения... Давайте сразу перейдем. А с какими вопросами обращались? В основном люди обращаются... Вначале люди обращались по вопросам получения единовременной социальной помощи. Вначале действительно люди не знали, куда обращаться, какие документы сдавать. По всем этим вопросам мы им прояснили. Даже организовали на этих же мобильных приемных прием документов у них. В настоящее время уже в Акимат поступило порядка 8100 заявок на получение единовременной социальной помощи. Получили уже порядка... Более 6000 граждан уже получили единовременной социальной помощи. На сумму где-то в районе 2-2 миллиардов государство уже оказало помощь. Также одним из вопросов, который беспокоит пострадавших, это порядок получения возмещения ущерба. По ним тоже мы полностью разъясняем порядок. В целом этот порядок возмещения ущерба регламентируется специально по становлению правительства. То есть оно полностью регламентируем порядок. Мы этот порядок им полностью разъясняем. Также одним из самых главных вопросов это порядок получения жилья. Вот в основном сейчас беспокоит население. По этим же вопросам мы тоже даем прояснение гражданам. В этом контексте хотел бы отметить, что мы не только ограничиваемся только мобильными приемами, но также мы сами с Акиматом города организовали встречи большие. Поделили их по дачным участкам. Первый, второй дачный, третий дачный. Мы с ними отдельно встретились. Потом отдельно встретились с дачниками, которые проживали в районе телецентра. Потом охватили район Зачаганска. То есть в этих встречах Аким города полностью разъяснил, довел до жителей, какая работа проводится с Акиматом города по возмещению ущерба, по предоставлению жилья. У нас, как вы знаете, в связи с тем, что река Жаик снижается медленно, то есть вода медленно отступает. Сейчас многие дачные дома находятся под водой. И проведение их обследования затрудняется. Здесь бы хотел отметить, что правилами возмещения ущерба и предоставления жилья предусмотрено проведение технического обследования потопленного жилого дома. Это обязательный этап. Без этого Акимат не может решить вопрос о предоставлении жилья. Для чего нужно техническое обследование? Техническое обследование проводится для выяснения вопроса, пригодно ли потопленный жилой дом к дальнейшему проживанию. Техническое обследование проводится специализированными компаниями, которые имеют лицензии на это. Они после технического обследования делают заключение о возможности дальнейшего проживания в этом доме, либо об аварийном состоянии дома. За заключение они несут полностью ответственность за достоверность заключения. На основании этого заключения технического обследования уже Акиматом, если дом признан аварийным, Акиматом решается вопрос о предоставлении жилья. Это уже комиссионно решается. Если дом признан неаварийным, то есть, если возможно там проживать, то в техническом заключении указываются, какие работы требуются провести по дому, чтобы привести его в надлежащее состояние. То есть, вопрос внешнего ремонта возможно, да? Возможно, да. Потом проводится оценка имущества. Оценка именно ущерба причиненному имуществу, там может быть бытовая техника, телевизор. Потом, после технического обследования, там техническое... Я хочу подробно объяснить, чтобы народа, население поняло. В акте технического обследования там указывается, если дом пригоден для дальнейшего проживания, там указывается, какие работы должны быть проведены. Там, например, замена ламината, замена дверей, окон, да? Это все в акте указывается. Теперь, чтобы определить, на какую сумму, какая сумма нужна для проведения этих работ, в этом случае уже подключается оценщик. Он определяет стоимость всех этих работ, выводит сумму. Потом акт заключения технического обследования и акт оценки передается в Акимат. В Акимате на комиссии рассматриваются. И вот какая сумма определена оценщикам, такая сумма и выделяется Акиматом, пострадавшему человеку. Вот поэтому вопросы уже появляются, какие-то от жителей отзывы? Возможно, люди недовольны суммой и так далее. По городу сейчас, согласно данных Акимата, проведено техническое обследование свыше 200 домов. Но по ним еще заключение не готово. Но я как выше отметил, техническому обследованию мешает то, что многие дома еще под водой. Чтобы качественно провести техническое обследование, нужно, чтобы вода ушла. И хоть немножко дом простоял без воды. Тогда уже техническое обследование будет объективным. Потому что если вода стоит, и техническое обследование будет проведено, он может написать, что дом пригоден. Но если когда вода уйдет, дом может быть в другом состоянии. Поэтому здесь жители возмущаются тем, что вопрос затягивается технического обследования. Да, здесь вопрос оперативности становится на передний план. Да, да, да. И при встречах всегда люди говорят, когда будете техническое обследование проводить. Теперь вопрос, и Акимат сейчас принимает все меры по скорейшей откачке воды. Где это возможно, Акимат проводит откачку воды с дачных участков. И старается повсеместно ускорить работу именно по техническому обследованию. То есть работа очень, я считаю, объемная. Предстоит очень много работы. И я хотел бы призвать жителей к терпению. Каждый процесс возмещения, ущерба, предоставления жилья нами на особом контроле. Мы... А еще хотел бы отметить, что мы встречались отдельно с жителями дачного общества. Еще мы в ЭВАК-пунктах организовали кабинеты прокуроров. То есть любой желающий человек может туда обратиться. Мы там проконсультируем. В том числе по условиям, да? По условиям, да. Сейчас... Ну, чтобы не нагружать людей, мы совместно с Акиматом... У нас же есть уже определенный список людей, кто пострадал. Они же вот заявки продавали же в Акимат. Мы все эти вот 8 тысяч заявок обрабатываем. Стараемся по каждому человеку индивидуально подходить, какая у него проблема. Сейчас вот у людей много проблем у дачников сейчас. Например, на одном участке два дома. Но земля числится за одним человеком, да? То есть можно сказать, что один из главных, может быть, таких вопросов обобщенном, в таком смысле, это установочные документы, что называется. Да, правоустановочные документы, да. Наличие правоустановочных документов, да. Мы сейчас к каждому, после того, что мы подходим индивидуально, стараемся помочь, советуем, какие действия им нужно предпринять. То есть у многих документы не в порядке, да? Если вот так как-то взглянуть на картины в общем. Ну, если судить, да. По вопросам, поступающим к нам, в Акимат, и при встрече, когда люди задают вопросы, да, у многих людей права устанавливать документы, они не в полном объеме. но сейчас вот, как дуэту в правительстве отметили, наличие документов, это в случае отсутствия документов, но если факт того, что человек там проживал, в этом дачном обществе, в этом дачном доме, то есть и иные информационные системы, через которые можно действительно установить, что человек фактически там проживал или нет, даже при отсутствии документов. И этого достаточно. То есть, наверное, оплата услуг определенных, да? Да, оплата услуг, да. Оплата за, там, если дачное общество, он же, как член дачного общества, он оплачивает членские взносы, да. Есть потом система гарш-сапара, через спутнику систему устанавливается, там действительно дом стоит. и там потом есть билинговая система, через сотовую связь. Если он там действительно проживал, он там постоянно сотовую использовал, сотовую телефон, да. Потом есть данные, например, да, он еще коммунальные услуги оплачивал, да? Все эти сведения будут... Плюс председатель, он уже знает, тоже. Да, да, да. Все эти данные будем брать за основу. Это будет применяться? Такой подход будет применяться? Будет применяться, да. То есть индивидуальный будет подход каждому пострадавшему. Вопрос все-таки про оперативность. Вот помимо, скажем так, действительно острого вопроса для многих, потому что, да, когда простаивают имущество, для людей же во многом это просто дом, где они живут. Вот есть ли, скажем так, варианты ускорить процесс? Вот что еще можно сделать для того, чтобы это ускорить? Я думаю, что этот вопрос очень многих тоже как бы стоит на повестке. Вот вы назвали, да, мероприятие, которое проводится по откачке воды и так далее. Если говорить о бумажном обороте, насколько это можно ускорить? Чтобы ускорить этот процесс, мы совместно с Акиматом подключили туда ЦОН, берем сведения на каждого человека и их обрабатываем. То есть сейчас же по правилам допускается предоставление жилья, если потопленный брачный дом был единственным его жильем. То есть мы всех сейчас людей проверяем, зарегистрирован ли дачный участок за ним. Бывает так, что земля, да, зарегистрирована, но дом, в котором он живет, документов нет. Мы этот список, мы по каждому дачному обществу делаем паспорт. В паспорте отражается именно фамилия, мёдчество, полностью все данные. Какое жилье есть у него в собственности, оно или не в собственности. Получил ли он ЕСП? Если не получил, мы звоним в отдел занятий, спрашиваем, почему затягивается процесс. Если не обоснованно, то в основном там вопросы человеческих факторов, что заявок много и организация не успевает. И, в принципе, уже наши вот эти списки, паспорта будут уже готовы. И будем ждать только технического обследования и заключения оценщиков. Работа обширная. Сотрудников хватает для этой работы? Потому что действительно нужно задействовать огромное количество людей. И дальше идет взаимосвязь с другими ведомствами. Вот как здесь удается? Да, мы организовали свою работу таким образом, чтобы основной акцент именно сделать на вот эти вопросы. И сейчас могу сказать, что людей хватает. Мы полностью обеспечиваем надзор. Вот уже прошел большой отрезок с момента начала паводка. Вы говорили о проблеме мародерства, которая возможна, вы тоже в этом участвуете. Какие нарушения за это время вы уже зафиксировали? Может быть, в вопросах размещения в ЭВК-пунктах или в вопросе документа оборота? Есть ли какие-то уже данные по тем или иным нарушениям? Или пока все удается, скажем так, разрешить в формате ручной работы? Путем звонка, разъяснений и так далее. Да, мы как бы стараемся профилактировать такие нарушения, стараемся на опережение работать. И каких-либо нарушений со стороны государственных органов именно при оказании помощи людям мы не уявляли. Почему? Потому что мы каждодневно с этим работаем. Если у государственных органов возникает вопрос при оказании помощи пострадавшей, мы сразу же там же стараемся решать. Чтобы не бюрократизировать этот процесс, мы стараемся сразу на месте рабочей порядки все эти моменты. В ручном режиме, да. Вот мы перечислили несколько основных вопросов от населения. Это, конечно, прежде всего документы на жилье, на имущество. Какие еще вопросы возникают в этой связи? Что еще беспокоит людей? Беспокоит? Ну, так, сейчас вспомню. Может быть, какие-то отдельные кейсы, отдельные случаи, которым показательны? Сейчас вот, кроме возмещения ущерба и предоставления жилья, людей не беспокоит. Но есть моменты, когда... А есть вопросы в части размещения в этих эко-пунктах. Раньше люди размещались в спортивных залах, да? Это вызывало неудобства для людей. И совместно с Акиматом мы этот вопрос решили. Сейчас все эвакуированные граждане размещены во всжитиях колледжей, университетов. Обеспечивается их трехразовое питание. За качеством питания ежедневно контролируют сотрудники управления санитарно-эпидемиологического контроля. Бытовые условия тоже обеспечены для стирки одежды. Спонсоры помогли, установили стиральные машины дополнительные. Но были вопросы у тех семей, где имелись люди с инвалидностью, многодетные, больные в постельном режиме. По ним Акимат при поддержке Акимата был создан фонд предпринимателями города. И через данный фонд этим семьям были арендованы квартиры за счет этого фонда. И где-то порядка, если не ошибаюсь, 190 семей сейчас проживают, для них сняли квартиры через этот фонд. И они там сейчас проживают. Это тоже было под вашим контролем? Работа фонда, размещение? Не под нашим контролем, но с учетом поступающих запросов населения, совместно с Акиматом, и огромное спасибо этим предпринимателям, которые организовали, протянули руку помощи. Они сами деньги собрали в этот фонд, и через этот фонд финансируют. Действительно, в ближайшее время предстоит активная работа комиссий по возмещению, по формированию итоговой суммы. Вот здесь как будет выглядеть работа прокуратуры на этих этапах, скажем так, финальных? Какое участие вы будете принимать? Ну, именно при приоставлении жилья и при возмещении ущерба решение будет приниматься в комиссии, и каждое решение комиссии нами будет изучаться, сопровождаться, чтобы не было незаконных отказов при приоставлении жилья. Туленной коррупции? Да, да, да. Все эти моменты мы будем сопровождать полностью. И каждый пострадавший может обратиться в прокуратуру в любое время. У нас есть круглосуточно-горячая линия, то есть телефон доверия. Любой человек может именно по этим номерам телефонов позвонить, сообщить свои данные, какие вопросы его беспокоят, и мы незамедлительно реагируем. Вот он может рассчитывать на какую-то более подробную консультацию? То есть не просто очень коротко, а именно, чтобы его случаи индивидуально рассмотрели, помогли с документами. То есть это тоже все вполне возможно. Вполне возможно, да, да, да. Мы и так и стараемся так делать. Да, потому что одно дело, когда поверхностно, да, а другое дело, когда все-таки более подробный разбор. Да, мы подробно разбираем, ему детально все объясняем. Если нужно, мы помогаем, чтобы госорган, ему помог именно в оформлении каких-то документов быстро, да. В рамках закона, конечно, но чтобы ускорить процесс. Вот как раз-таки вот при взаимодействии с разными государственными структурами с какими сложнее наладить вот эту взаимосвязь, да, сотрудничество? Или пока более-менее удается какой-то баланс сохранять? Вы тоже поделитесь этим. Это же очень важный вопрос, да, вот именно взаимодействие, сотрудничество. Ну, хотел бы отметить, что все госорганы сейчас как никогда сконсолидировались и в одном тандеме работают. То есть каких-либо вопросов в предоставлении, в получении каких-либо документов не возникает. То есть каждый госслужащий, который работает в этих государственных органах, он именно понимает, сложившуюся ситуацию и старается быстро решать вопросы. Вот здесь у нас мелькнул вопрос касательно внутреннего ремонта жилья. Будет ли оно тоже возмещено? Именно внутренний ремонт? Я так понимаю, что при небольшом поражении самого дома. Как я выше отметил. То есть может быть, я не знаю, может быть, обои там, что-то. Ну, мелкого будет проведено техническое обследование. по итогам технического обследования будет принято решение, что дом подлежит ремонту, то компания, которая провела техническое обследование, в своем заключении по пунктам будет указывать, какие работы требуется провести по данному дома. Там детально будет указывать, там замена линолеума, замена окон, замена дверей. буквально каждую деталь. Каждую деталь будет расписывать. После этого оценщик, оценочная компания на основе заключения технического обследования будет определить сумму, необходимую для ремонта. И эта сумма потом Акимат выделяет пострадавшему. Пострадавший и самое главное хотелось бы отметить, что эти деньги должны быть использованы по назначению. Он выделили деньги на ремонт, он должен в течение 6 месяцев провести ремонт и предоставить подтверждение документов, что он провел ремонт. Если он не подтвердит свои расходы, то Акимат обязан принять меры по возврату взысканию этих денег. У нас остается буквально 2 минуты. Может быть в завершении пару советов для жителей, которые пострадали от паводка. Какие ошибки не допустить или на что обратить внимание? Исходя из вашего опыта, может быть пару советов? Самое главное с учетом складывающейся у нас горечи ситуации, самое главное хотел бы призвать жителей к терпению. Все каждый пострадавший у нас мы будем подходить индивидуально к каждому пострадавшему. Как отметил наш глава государства, ни один пострадавший не останется без помощи. Поэтому хотел бы порекомендовать гражданам пока собирать все необходимые документы в случае если какие-либо вопросы возникнут мы всегда готовы оказать помощь в сборе этих документов. Бывают случаи, когда документы нужны будут из других городов, районов. И мы можем тоже обеспечить и оказать помощь в этом вопросе. Ну что же, вас благодарю, большое спасибо. Спасибо за вашу работу и конечно удачи вам. и надеюсь, что все кейсы, все рассмотренные дела по вопросу возмещения будут удовлетворены на ту самую необходимую сумму. Еще раз большая благодарность. Ну что же, это была программа «Опираясь на закон». В студии выступал Мирхан Изимов, прокурор города Уральск. Спасибо за ваше внимание и до следующей встречи. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова